Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы вместе с вами поговорим о том, как чувствовать себя уверенно в личном диалоге. Все мы знаем, что ровно за 4 секунды у вашего собеседника уже складывается мнение о вас. И, конечно же, в первую очередь он обращает внимание на вашу внешность. Так вот, что же первым цепляет взгляд при личном диалоге? Первым пунктом будет ваша одежда. Конечно же, она должна быть опрятная и чистая, но немаловажно, чтобы она еще была глаженная. Это сразу же дает намек вашему собеседнику о том, что вы заранее подумали о том, в чем вы будете одеты, погладили все, разложили на вешалочки и ждали следующего дня. Прежде всего, это организованность. Обязательно на одежде не должно быть никаких потертостей, дырок, пятен. Все пуговицы должны быть на своих местах. Особенно попрошу вас обращать внимание на состояние вот этих вот частей. Это воротнячок. Обычно мы приходим на собеседование или на какую-то деловую встречу в белой блузке или рубашке. У меня был такой случай, когда мы на работу нанимали временного бухгалтера. Коллеги нам посоветовали девушку, которая очень хорошо в этом разбиралась. И в то время мне поручили ввести в курс дела эту девушку. И вот когда я к ней подходила, она мне показалась такой симпатичной, фигуристой, высокой, статной. Но как только я приблизилась к ней поближе, я видела, что весь у нее воротнячок вот этот вот в тональной основе. Причем там не только сегодняшняя, но и вчерашняя, и позавчерашняя. Она уже окислилась, стала оранжевой, иногда и коричневой. И тут я поняла, что девушка эту блузку носила три дня в подряд. Конечно, это может говорить о том, что она хороший сотрудник, но и о том, что она неорганизована. Поэтому, девчонки, следим за состоянием вот этой вот части у себя на любой одежде. Особенно на гольфиках, рубашках, светлых блузках. Что касается мальчиков, да, наверное, и девочек, обращаем внимание на область подмышек. Я понимаю, что это звучит очень странно. И я не говорю о мокрых подмышках, потому что, ну, все мы пользуемся дезодорантами. Я говорю о пятнах, которые оставляют дезодоранты. Это белые или желтые следы на одежде. Я знаю, что иногда они отстирываются очень сложно. Но если это не получается, лучше выбросите эту вещь. Казалось бы, совсем мелочный нюанс очень сильно портит впечатление о вас. В идеале любая одежда должна сидеть на вас идеально. Выбирайте такие фасоны и ткани, которые не будут видоизменяться. Например, у девчонок, когда вы встаете или садитесь, у вас начинает подскакивать юбка. И вы постоянно об этом думаете, отдергиваете ее вниз и так далее. Также, когда поднимаете руки вверх и опускаете, одежда должна не видоизменяться. То есть, вы не должны вот это вот постоянно поправлять, чтобы все было на месте. И вместо того, чтобы думать, не перекрутилась ли у меня юбка, вы будете думать о личном диалоге. Следующий нюанс это состояние ногтей. У парней это чистое и обстриженное прям под корень ногти. У девушек, конечно же, по-разнообразнее. Если это деловое общение, лучше не броский цвет или вообще прозрачный. Это идеально. Если же это какое-то личное, непринужденное общение, просто следите, чтобы на лаке не было сколов или трещинок. То есть, все было максимально аккуратно. И вот знаете, лучше пусть у вас будут не накрашенные, но чистые ногти, чем сколотый или потресканный цветной лак. Следующий нюанс это запах. Сейчас будет совсем неловко, но это нужно говорить, потому что запах изо рта прям совсем, совсем отбивает желание общаться. И вот даже если внешне человек супер ухоженный, с красивым маникюром и укладкой, ну как только он открывает рот, тебе хочется побыстрее завершить этот диалог. Вот серьезно. Я не говорю о чистоте гиене ротовой полости, я говорю о свежести дыхания. Пожалуйста. Жвачка не совсем подходит, потому что вы чавкаете, когда разговариваете с собеседниками. И это некоторых раздражает. В частности, это способствует активному слюновыделению. Состояние не всех устраивает, особенно в деловом общении. Поэтому обязательно маленькие конфетки, нездоровые барбаринские, которые за щекой очень странно выглядят, а именно малюсенькие. Еще огромным плюсом является то, что вам не нужно думать, куда потом эту жвачку завернуть и выбросить. И последним пунктом у нас являются волосы. Конечно же, они должны быть чистые и в идеале уложенные. Я не говорю, что нужно делать обязательно вечернюю прическу. Можно просто выровнять или немножечко подкрутить волосы и обязательно сбрызнуть слегка лаком. Для чего это делается? Когда вы идете на свидание, на собеседование, вы не можете предугадать, как поведет себя погода. Если поднимется ветер, у вас будет что-то непонятное на голове. Если будет влажно, опять же, волосы будут пушиться и так далее. Лучше всего на всякий случай немножко сбрызнем лаком, только хорошим, тот, который не склеивает волосы, а только лишь немножечко фиксирует их, в идеале при каждом повороте головы прическа у вас должна выглядеть несменной. Также лак позволяет зафиксировать волосы подальше от лица, для того, чтобы ничего вам не лезло в глаза, не прилипало к губам, если вы пользуетесь блеском, не залазило в рот и так далее. То есть, чтобы все было на своих местах. На этом все. Если у вас остались свои советы, обязательно пишите внизу в комментариях. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Спасибо вам огромное за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока!